Друзья, мы продолжаем. Уже рада представить. У нас уже мы любезничаем за кадром. Представитель областной библиотеки. Сегодня замдиректор областной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, бибгуль Жамбыловна Жагиева. Очень рада представить вас. Как настроение для начала? Понедельник выходной. Тем не менее, отличный день. Понедельник – это начало новой трудовой недели. И всегда это связано с какими-то новыми ощущениями, новыми встречами. И всегда, я думаю, понедельник зря говорят, что он плохой. Это хороший день, хорошее начало. Я уделяю вообще на самом деле и ваше мнение. Для нас это возможность с телезрителями в том числе встретиться и согреться в столь прохладный день. Я предлагаю тебе мои дня еще. Мне ваше мнение интересно. Телезрители много чего уже предлагают и рассказывают про случаи на свадьбе, отношения к необычным свадебным церемониям. Вот в вашем случае вы бы что сказали? Может быть, личный пример рассказали? Или ваше отношение к необычным свадебным церемониям или обрядам? Или, может быть, случаи, которые были необычные на свадьбе? Сейчас же как раз сезон начинается. Точнее, он продолжается и переходит в осенний уже сезон свадеб. Ну, что сказать? Ну, во-первых, наверное, я человек уже советского времени. И тогда особо таких особенностей в организации свадеб не было. В основном это все проходило традиционно. Тогда еще не было или было очень мало кафе, ресторанов, где можно было проводить свадьбу. В основном это были дома. Ну, и я как вот человек, вышедший из деревни, то у нас прям ставили большие палатки, солдатские палатки, украшали их там ветвями деревьев, цветами. Это было очень даже романтично. В мое время это, я думаю, многие зрители тоже присоединятся, вспоминают это с некоторой ностальгией. Это было очень весело. И в отличие от современных свадеб, много пели, плясали, шутили, было очень много общения. Вот как раз этого сейчас не хватает в современных свадьбах. А что касается такого необычного, ну, может быть, свадьба моей сестренки, когда три дня лил дождь, прям непрерывно. И мы боялись, что вот все это будет протекать через этот шатер наш. А потом пришлось стелить соломы. Очень много было соломы, чтобы избежать вот этой грязи. Но, тем не менее, было очень весело. Праздник не помню еще, да? И все было, да, все было очень интересно. И все мы до сих пор помним это, со смехом вспоминаем все вот наши сложности на тот момент. Мое отношение к необычным свадьбам, ну, я думаю, что это праздник. Это праздник, и желательно, чтобы он был единственным в вашей жизни, когда вот два любящих сердца создают семью. И я думаю, это не случайно вот люди стремятся сделать что-то необычное. Там под землей, под водой регистрируются на самолете. Почему бы и нет, да? И поэтому, я думаю, к этому я отношусь очень положительно. Чтобы сделать праздник веселым, запоминающим, пусть решают два молодых человека. И чем это интересней, чем больше там фантазии. Но, конечно, это должно быть безопасно. А вы, почитаете, это все-таки для двоих праздник, или надо учитывать интересы гостей в том числе? Или это все-таки праздник молодых? На мой взгляд, это все-таки праздник молодых, это их праздник. А уже гости должны создавать это настроение, чтобы действительно этот очень такой главный момент, один из главных моментов жизни молодых людей запомнился и стал действительно праздником их всей жизни. Мне очень приятно слышать такое мнение. И, думаю, телезритель сейчас действительно ностальгирует, вспоминая шатер, палатки, во дворе натянутые, бесконечные песни до утра, гуляния. Но это впечатление, вот как вы сказали, и также впечатление можно получать, безусловно, просто занимаясь своей жизнью, развивая себя. То, о чем мы сегодня решили с вами поговорить. Абсолютно верно, согласна. А конкретно, вот для меня на самом деле, честно признаюсь, телезрителям было удивление, ввиду того, что я очень много слышала разговоров студентов, о том, что очень мало перспектив, возможностей отправиться куда-то обучаться или вообще в целом посмотреть мир. Кто-то говорит о том, что дорого. А тут, казалось бы, все близко, рядом. Просто приходи, занимайся, участвуй во всевозможных проектах, проявляй интерес и получай удовольствие. Удовольствие. Творческие поездки по городам Америки. Что это было? Это была возможность у конкретных специалистов отправиться ли на получение квалификации, повышение ее? У студентов ли это возможность была? Что это за поездки, с чем они связаны, что за программы здесь посодействовали? И почему Америка? Да, я хочу еще сказать нашим телезрителям, что как раз сегодня очень много возможностей побывать за рубежом, в ближнем и дальнем, посетить разные города, пообщаться, узнать новых людей, расширить свой кругозор и сферу профессиональной деятельности. В принципе, сейчас очень много для этого возможностей. Но что касается моей поездки, то это связано с программой IVLP, International Visitor Leadership Program. То есть международная программа лидерства. И она обычно подразумевает разные темы. И для госслужащих есть, и для журналистов есть, кстати, и для других профессий. Вот я ездила по программе «Американские библиотеки». Я знала об этой программе не первый год. У нас уже были представители, и наша директора в свое время ездила по этой программе. И зная это, я сделала заявку за год до объявления этого конкурса. Ну, в принципе, каждый год объявляется конкурс. Подала заявку в посольство США в Казахстане и рассказала вот в анкете, которая там прилагается, что бы я хотела увидеть. Конечно, я хотела увидеть американские библиотеки. Как они работают, какова их тенденция развития. Ну, вплоть до того, что какая у них мебель и какой оборудование. Все интересно. Человеку, который вот в своей профессии, я думаю, любой меня поймет, это будет очень интересно. И в рамках вот этой программы все расходы покрывает посольство США. Начиная от консульских сборов, собеседований и завершая транспортными расходами, проживанием, питанием и так дальше. Поездка длилась три недели. За это время мы побывали в шести городах. Вашингтон, небольшой городок Коломазу, 75 тысяч жителей. Кливленд, это штат Огайя. Дальше мы побывали в Чикаго, приняли участие на конференции Американской ассоциации библиотекарей, Бостон и завершили поездку в Нью-Йорке, где посетили Нью-Йоркскую публичную библиотеку. Вы писали определенные цели, желание посмотреть изнутри вообще механизм работы библиотек за рубежом. Какие остались впечатления? Что вы для себя, ну скажем так, сделали такой важной заметочкой, чего не хватает, допустим, в нашем? Может быть, обслуживании библиотеки, может быть, в насыщенности библиотеки? Какими-то конкретными книгами может быть? Ну, я бы, например, мои вот, если первые впечатления, Анна, то я просто была поражена. Поражена, шокирована тем, как просто состоянием библиотек. Вот эти библиотеки, это как храм. Вот заходишь, как храм, это расписные потолки, это расписные витражи, это красивая мебель, это огромные площади. Вот наша библиотека площадь 4 тысячи квадратных метров. В 10, в 100 раз больше квадратных метров. Вот такие огромные, величественные здания. И нет стен. То есть идешь, вот заходишь на этаж. То есть огромный холл, можно сказать. Полностью холл, например, посвящен, первый этаж посвящен технологиям. Там и компьютеры, и сканеры, и, кстати, даются в некоторых библиотеках, на прокат даются ноутбуки. Я не говорю про, вот, для пользования. 4 часа, 5 часов ты будешь пробудить в этой библиотеке, ты можешь пользоваться ноутбуком этой библиотеки. Затем то, что отработал материал, сбрасываешь себе на электронную почту, сдаешь ноутбук и спокойно идешь домой. То есть настолько комфортные условия созданы. На втором этаже, скажем, это полностью огромный весь этаж, без перегородок, без ничего. Он предназначен для детей. Дети разного возраста, и с родителями, и с друзьями, и так дальше. Начиная от грудников, которые приходят на какие-то чтения, и завершая подростками. Дальше идет третий этаж, полностью посвящен художественной литературе, скажем так, и так дальше. То есть каждый этаж – это целое пространство, где все доступно. Хотелось бы еще отметить, что американские библиотеки все услуги предоставляют бесплатно. Но надо отметить, что у них очень хорошее финансирование. Там есть три уровня финансирования. Это первое – федеральный бюджет американских Соединенных Штатов. Дальше – бюджет штата конкретного, либо это Мичиган, либо это Огайо, либо другой какой-то штат. Дальше – местный бюджет, еще из местного бюджета. Либо это частные пожертвования. Причем хочу отметить, что есть еще библиотеки, которые полностью независимы. То есть местные жители на своем сходе, если по-нашему сказать, то вот они собирают референдум и решают, что содержать библиотеку за какие-то свои собственные средства. И вот находятся такие небольшие города и большие города, где местные жители решают добровольно, причем большинством голосов, определить какой-то налог. И средства из этого налога идут на содержание библиотеки. То есть я правильно вас понимаю, у людей действительно интерес к книгам, интерес к обучению, самопознанию нескончаемому. И, естественно, создание условий для этого всего. Они готовы вкладываться не только финансово, но еще и эмоционально, физически тратить на это время. Совершенно верно. Вот мы ездили в июне, это летний период, но, тем не менее, очень много читателей было в библиотеке. Я имею в виду и читатели, и пользователи. То есть туда не просто приходят взять книгу и уйти домой, но и остаются на несколько часов. Приходят и семьями, приходят в одиночку, парами и так дальше. Каждый может найти для себя свой интерес. И поэтому здесь еще такой момент, что сами библиотеки, если вот обобщать, то они для себя отметили, скажем так, четыре главных направления. Первое направление – это, конечно, чтение. Прививать любовь к чтению, культивировать чтение. То есть это уметь читать вдумчиво, уметь отбирать, анализировать информацию, уметь делиться, дискутировать по той или иной прочитанной книге или научной публикации. Второе направление – это цифровое гражданство. То есть библиотеки нацелены помочь людям войти в онлайн-жизнь, сделать все возможное, чтобы человек, в какой-то раз много онлайн-услуг, чтобы они могли использовать электронные базы данных, облачные технологии, умели работать на компьютере, создавать какие-то свои веб-сайты, либо оцифровывать свои домашние коллекции и так дальше. Третье направление – это общественная активность. То есть, или называют его сильное общество. Здесь учат, чтобы местное население помогало, вернее, библиотеки помогают местному населению постоянно учиться. Будь это профессионально, либо вот приватно как-то, скажем, чисто как персональное такое развитие, да, это могут быть, скажем, как строить домашнюю бухгалтерию, либо как управлять своим бизнесом, как написать книгу. Ну, достаточно большой, разнообразный комплекс услуг, которые предоставляются. Причем на вот эти встречи приглашаются специалисты, то есть не все делают библиотекари. Здесь библиотекарь выступает как менеджер. Он приглашает интересных людей, которые, да, приходят в библиотеку и рассказывают о своей профессии, делятся своими какими-то секретами, своими личными достижениями, и тем самым вдохновляют людей обучаться этому, либо получать какие-то новые знания и навыки. Ну и четвертое направление, очень важное, это память или история, местная история, местные достижения. То есть в любой американской стране, вернее штате, в любом поселке, городке, они будут изучать местную историю. Я даже когда там познакомилась с одной учительницей, которая в свое время жила в Кыргызстане, сейчас там живет, она говорит, когда первый раз я приехала в Америку, я поразилась карте. То есть мы всемирную карту выставляем, мы знаем, вот континенты представлены, да, вот страны, а у них была только Америка. Вот это уже факт говорит о том, что они в первую очередь рассказывают о себе, о своей стране, о своих людях, о своих личностях, о своих достижениях, есть чем гордиться. И вот точно так же в каждом городе у них есть отдельный проект, это местная история. Я если правильно понимаю, эта поездка была рабочая, с целью что-то перенять для себя, но то, что вы перечислили, на сегодняшний момент, мне кажется, наша областная библиотека многое смогла уже реализовать. Пусть не в огромных масштабах, но в принципе, ведь существуют эти же площадки, дискуссионные, существуют всевозможные кружки, я правильно же понимаю? Да, абсолютно верно, мне очень приятно это слышать от вас, потому что мне было вдвойне приятно это наблюдать там. То есть когда нам рассказывали, делились своим опытом американские коллеги, и рассказывали, показывали свою библиотеку, то я про себя вот с каким-то гордостью и внутренним удовольствием отмечала, что мы идем по правильному пути, и мы практически делаем все то же самое, что и наши американские коллеги, но, возможно, немножко вот объемы не те, потому что у нас и площади нити, и финансирование не то, и, скажем, возможности другие, но в основном вся наша деятельность, она практически протекает вот на тех тенденциях, на которых развивается мировое библиотечное сообщество. В день мы имели 2-3 поездки, встречи. Это была очень интенсивная программа, мы как вот с утра и до 6 вечера у нас очень было, мы только успевали переезжать и встречаться. Поэтому, конечно, знакомиться детально у нас не было возможности, но это было, скажем, больше, наверное, узнать эти библиотеки и наладить контакты. Поэтому и то, что вот у нас есть память Восточного Казахстана, мы оцифровываем документы по местной истории, да, создаем базу данных истории разных наших городов и районов, это очень правильно. И то, что мы создаем базу данных именно восточно-казахстанские наши писатели, ученые, это точно так же, как делают и американские библиотеки. И сейчас мы работаем над проектом по оцифровке фотографий в Восточном Казахстане. И вот такой же проект я увидела в Кливленде, когда они делают оцифровку, я, кстати, вот принесла, оцифровку Кливленд, он славился своим строительством, да, интересных зданий, и вот они как раз оцифровывают те интересные здания, вот смотрите, это и здания, и реки, и так дальше, да, каналы, и они их описывают, создают базу данных, и потом все это выставляется в облако. Я бы вот хотела сказать, что немножко вот мы отметили, что продвинулись американские библиотеки больше, чем другие библиотеки стран СНГ, я бы сказала, в том, что они используют облачные технологии, то есть используют такие приложения, которые позволяют хранить все ресурсы, онлайн-ресурсы библиотеки в облаке, и тем самым это и дешевле, и освобождает площади, и очень удобно, потому что весь мир виртуализируется. Я как понимаю, мы идем ногов ногу, скажем так, с коллегами заграничными, но есть ли то, что, скажем так, еще не удалось реализовать, и над чем ведется сейчас работа, или, по крайней мере, планируется? Ну вот облачные технологии, это, конечно, над этим нужно нам работать. Что касается вот дискуссий, каких-то вот площадок для встреч с интересными людьми, это у нас проводится. А мне вот, кстати, интересно, как охотно специалисты приходят на такие площадки? Вот надо отметить, что американское общество очень активно в этом плане. Они с удовольствием, причем бесплатно идут на то, чтобы рассказать о своей профессии, поделиться своими навыками, какими-то профессиональными умениями и так дальше. Но наши люди немного комплексуют. Есть, это очень приятно, что достаточно активные люди, особенно молодые люди, и у нас в библиотеке есть волонтеры, их не так мало. С каждым годом число молодых волонтеров увеличивается, которые приходят и проводят наши дискуссии, особенно вот на английском языке. Но там как бы более раскрепощенные, что ли, не так закомплексованные люди. И еще здесь момент в том, что 3D-работотехника и 3D-моделирование в Америке более развито. Но, естественно, это сама по себе страна, которая немножко вперед нас идет, шагает в технологическом плане. Но надо отметить, опять же, что и у нас есть 3D-моделирование, и 3D-принтинг. И когда я об этом говорила, они удивлялись, о, там и так дальше. Не планируют к нам в гости приехать, понаблюдать? Да, мы приглашали, кстати. Но я хотела отметить, что там технологии уже более последнего времени, более современные технологии, потому что для них они более доступны, чем нам. Хотя вот для маленьких библиотек, вот это лего-конструирование, так, настоящие, да, оригиналы, они тоже достаточно дорогие, дорогая технология. Но, тем не менее, они уже это используют. И в библиотеках создаются целые холлы, которые называют техлаб, то есть технические лаборатории, где можно не только вот работать с компьютером, создавать веб-сайты, но могут прийти со своими или библиотечными музыкальными инструментами. В некоторых библиотеках есть свои музыкальные инструменты, где приходят любые желающие, кто увлечён музыкой, композиторством. Вот он играет, сочиняет свою музыку, потом его переводят в электронный формат и выставляется, или создаёт ролик и так дальше. Они приходят там, ставят свои спектакли, тоже снимают ролики и также выставляют их в интернете, обсуждают и так дальше. То есть, как говорится, полная площадка для самореализации. Да, и есть ещё просто вот могут прийти, но стоит, например, какой-то токарный станок, могут прийти и выточить что-то. То есть, это не обязательно компьютерные технологии. Это может быть стоять швейная машинка, и они будут там шить какие-то костюмы интересные, а потом делать дефиле или конкурс какой-то устраивать. То есть, это лабораторная площадка, где человек может делать что-то руками. Паять, ваять, вышивать и так дальше. То есть, такое же у нас есть, но у нас площади маловатые. А так, в принципе, мы это делаем. Боже мой, знаете, мне вот ещё интересно стало, мы начали вообще с темы дня, и я бы хотела это, знаете, в каком плане связать. Вы отметили, что в последнее время люди меньше стали вести диалоги, ну, так или иначе, чуть-чуть меньше стали говорить. Где-то в отношениях, где-то, даже будучи коллегами, дискуссионные площадки. В каком формате они проходят, потому что ведь именно они позволяют многим людям вообще раскрываться, высказать своё мнение, может быть, где-то стать чуть более уверенным. И почему, если идти, то стоит идти на эти площадки? Как вы считаете? Во-первых, дискуссионная площадка – это возможность высказаться. Это когда человек высказывается, у него более… создаётся более ясное или чёткое представление о том, о чём он говорит. Правильно? Одно дело мы читаем и внутри себя это держим, но другое дело, когда ты начинаешь проговаривать. И когда мы начинаем проговаривать, то наша мысль, она ещё больше вытачивается, я бы сказала, да, и от этого яснее понимание вещи, сути, вопрос, о котором мы говорим. Это во-первых. Во-вторых, любое участие в дискуссиях – это уже активность. Это повышает гражданскую активность, это повышает твоё участие в решении каких-то вопросов, жизненно важных вопросов, потому что не во всех наших житейских делах, да, должно и могут участвовать наши местные власти. То есть их может не хватить на решение каких-то проблем, и это должно решать местная общественность. Ну, тот же КМС, тот же двор, да, или дом, в котором живут эти жители, мы должны сами эти вопросы решать. В этом плане, конечно, наши неправительственные организации достаточно активные, вот в Русском, Нагорске, в Восточном Казахстане, я знаю, но, тем не менее, нужно, и эти дискуссии как раз позволяют активизировать людей. Чем больше ты высказываешься, тем больше будет развиваться твоя активность. А затем от слов переходишь к делу, потому что ты предлагаешь идеи, или другие предлагают эти идеи, которые хочется реализовать. А реализация – это изменение ситуации, а изменение ситуации – это улучшение жизни однозначно. Поэтому очень важно проводить дискуссии. И я бы тут хотела сказать, вот как раз одно из направлений, о котором я говорила, это сильное общество в американских библиотеках. То есть помогать местному сообществу создавать сильных людей, сильное сообщество, проявлять какие-то действия и так дальше. Но я хотела бы отметить, что мы были на конференции Американской ассоциации библиотекарей и были в штаб-квартире Американской ассоциации библиотекарей, АЛА, мы называем его, встречались с представителями. Это очень сильная организация. Она объединяет более 50 ассоциаций и 26 тысяч, по-моему, членов. В том числе не только физические лица, но это организации тоже целые. И она занимается как раз вот этим лоббированием библиотечной политики. Они имеют своих лоббистов в парламенте, в правительстве, которые знакомы с библиотечной деятельностью. Некоторые работали в той же ассоциации американских библиотекарей, поэтому они очень активны. И они помогают принимать правильные нормативные документы, законы по библиотечной деятельности, строят библиотечную политику. И вот одним из свидетельств силы этой организации, это то, что одним из главных партнеров является Google. То есть они участвуют, такие сильные американские библиотеки, крупные, участвуют в проекте World Books, то есть оцифровка книг и выставление их в полной версии в бесплатном доступе. И как раз Нью-Йоркская публичная библиотека, она вот уже оцифровывает и выставляет в полном доступе с помощью Google книги общественного пользования. Я вас поняла. Вот знаете, ввиду того, что программы различные, представлены в том числе и от вашей библиотеки, я бы хотела наше интервью завершить вашим, наверное, пожеланием и рекомендациям, кому стоит воспользоваться данной возможностью, кому стоит воспользоваться программами, которые представляют библиотеку благодаря сотрудничеству с другими странами. И уже, я думаю, понятным стало преимущество этого всего процесса. Ну, во-первых, то, что наша библиотека, вот называют ее массовой библиотекой, публичной библиотекой, вот сам тип говорит за себя. То есть сюда могут прийти все, независимо от возраста, независимо от профессии, независимо от интересов и так дальше. Здесь можно научиться всему. Если человек любознательный, он найдет свою нишу, нишу для своих интересов. Если он не может что-то вот как бы почерпнуть, он может это дать. То есть всегда есть возможность для диалога, для общения, для сотрудничества. Он может найти единомышленников среди читателей, среди специалистов библиотеки. Мы всегда открыты к идеям наших читателей, наших пользователей. И это очень здорово, если найдутся такие молодые люди, люди в золотом возрасте. Кстати, вот американская ассоциация библиотекарей намерена сотрудничать с американской ассоциацией пенсионеров, чтобы привлекать их к описанию, скажем, вот тех же каталогов, чтобы лучше описать, чтобы когда заходишь в интернет и ищешь ту или иную, скажем, тему, да, чтобы можно было как можно больше найти информации и в тексте, и в видео, и фотографии так дальше. И если люди в свое время, вот, например, я сейчас могу вспомнить в моем детстве, каким выглядел тот или городок, или домик, да, естественно, я могу лучше его описать и помочь библиотекарю лучше описать. И тогда вполне это будет. Да, вполне это будет. Привлекают к переводу, даже к продвижению через свои аккаунты в социальных сетях. Это тоже вот читатели, пользователи библиотеки могут своими впечатлениями об услугах, о качестве этих услуг, своим предложением, как бы они хотели видеть те или иные услуги и ресурсы библиотеки, они могли бы это продвигать в социальных сетях. Ну, это для всех. Да, конечно, безусловно. И это как раз делается в американских библиотеках. К этому стремимся и мы. И надо сказать должное, что наши читатели достаточно активны, и это радует. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех наших активистов, всех наших волонтеров за вот такое сотрудничество, за партнерство. И я думаю, что вот эта тенденция очень хорошая. Надо отметить, что наши коллеги по области тоже к этому стремятся. И еще одно такое интересное хотелось бы, пользуясь случаем, заметить. Вот в американском библиотечном сообществе не делится, что это вузовская библиотека, это академическая, это детская, это специализированная. Этого нет. То есть та же библиотечная ассоциация, она работает на всех, независимо от их ведомственной принадлежности. Частные библиотеки мы посещали тоже. И они все знают, что их главная цель служить человеку, служить во имя развития его интересов, его профессионального становления, чтобы ему каждый человек, благодаря тем ресурсам и возможностям, которые имеются в библиотеке, мог качественно улучшать свою жизнь. Ну, я думаю, что к этому и мы почти уже подошли. Только здесь бы еще общество как можно активнее, я думаю, себя бы проявляло, и тогда бы, может быть, уже были еще лучше показатели, чем есть. Пользуясь случаем, тоже вам большая благодарность за работу, которая ведется, и я думаю, что читатели также сейчас и телезрители ответно присоединяются к моим словам. Удачи, пожелаем, спасибо вам большое за информацию. Программа существует, задействуйте себя, друзья мои. У нас в гостях представители областной библиотеки, замдиректора областной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина, Шагива Библигуджембулана.